Всем большой привет! С вами снова Александр. Я хочу сегодня вам рассказать об обновленной версии кресла от компании Heiner. Модель называется Multifix Aero. Это немецкий бренд. Это, наверное, один из любимых моих брендов, потому что компания Heiner ничем не отличается, в принципе, по качеству от топовых других европейских брендов. Действительно, сделано очень хорошо. Это кресло категории 1, 2, 3, и оно действительно достойно внимания. Так что сегодня мы с вами его изучим. Садитесь поудобнее и будем с вами изучать. Ну что ж, приступим к изучению кресла Multifix Aero. Повторюсь, категория 1, 2, 3, то бишь оно универсальное. С 9 месяцев 9 кг до 12 лет, там, 36 кг. Вот, купили, забыли, что называется. Вообще, я уже говорил, что Heiner мне очень нравится. Сделаны кресла действительно очень хорошо и максимально продуманы и легки в обращении. Поэтому сегодня я вам это все покажу. Так, давайте рассмотрим сначала, как мы будем здесь сажать ребенка, крепить кресло. Немножко поговорим о тканях. Так, давайте посмотрим, как его эксплуатировать, как крепить сюда ребенка. Вообще, пока ребенок маленький, с 9 месяцев и где-то до 100 см роста, ребенок в обязательном порядке крепится пятиточными ремнями. Кстати, здесь мягкие накладки, очень классные. На обратной стороне есть нескользящий материал, чтобы ребенок при ДТП лучше фиксировался. Это очень полезная вещь. Пока маленькие, естественно, пятиточные ремни. И для комфорта ребенка и лучшей плотной фиксации используется здесь вот такой вот вкладыш. Давайте я его сниму, вам покажу более детально. Вот как выглядит этот вкладыш. Причем, хочу обратить внимание, в Хейнер компании, вот еще один плюс, почему она мне очень нравится, эта компания, они всегда используют очень классные ткани. Особенно вся внутренняя часть, где тактильно ребенок касается голым телом, кожей, кресла, то вот всегда используется очень мягкая, приятная, бархатистая ткань, типа алькантары что-то, ну не знаю, ну очень крутая ткань. Вот, это вот большой плюс. Причем они типа аллергенные, качественные, нормальные ткани, натуральные. Вот. В общем, пока ребенок маленький, вот такой вкладыш используется. Подрастает, мы его убираем. Такой же вкладыш есть и в подголовнике, точно же так же легко убирается. И когда ребенок вырос, уже, соответственно, в ремни он не помещается. Приблизительно, достигнув роста 100 см, ребенок перестанет помещаться в эти ремни, ремни будут его сдавливать. Поэтому они отсюда демонтируются, и ребенок крепится уже взрослым ремнем. Вот, давайте быстренько покажу, как ребенок крепится взрослым ремнем. Кстати, обратите внимание, я когда регулирую подголовник по высоте, ремни пятиточные делают это вместе с ним. Это очень удобно, не нужно ничего перекидывать отдельно. Все автоматически. Это очень круто и удобно. Вот, так. Смотрите, давайте быстренько посмотрим, как у нас сюда можно посадить ребенка постарше. Пятиточными ремнями все и так понятно. Подрос ребенок, ремни демонтировали. Здесь в подголовнике есть специальные красные направляющие, в которые мы проводим ремень. В подголовнике есть красные направляющие. И сразу хочу заметить, я просто тоже сразу не сам понял, как он работает. Вот, смотрите, он задвинут в штатном положении. Чтобы пропустить в него ремень, нужно его выдвинуть и с внутренней стороны просунуть ремень. И после этого зафиксировать, чтобы ремень не выскочил оттуда. Соответственно, пропустили ремень и просто-напросто пристегиваем. Уже как вы себя взрослым ремнем крепите, соответственно, делается все то же самое. Вот, вот так вот будет зафиксирован ребенок уже подросший. Соответственно, как крепить ребенка маленького разобрались, побольше тоже разобрались. Теперь давайте посмотрим на возможности для комфорта ребенка в этом кресле. По креплению чуть позже поговорим. Так, что касается комфорта. Первое. Ткани я уже вам сказал. Вот эта вся ткань очень приятная. Это я тоже отношу к комфорту, потому что тактильные ощущения, это тоже важно. Плюс летом, чтобы ребенок меньше потел, используется вот такая вот дышащая ткань, сеточку, соответственно, создается циркуляция воздуха, и ребенка, спинка, попа не преет. Вот, ну, меньше, по крайней мере, в любом случае преет. Вот. И еще очень важный момент – это наклон. Давайте с вами посмотрим на наклон. Здесь вот наклон получается, чтобы вы наглядно понимали. Вот, да. И, соответственно, этого наклона более чем достаточно, чтобы ребенок при движении вперед спал. Многие хотят, чтобы лежал ребенок. Нельзя двигаться вперед по ходу движения и лежать. Это очень опасно. Поэтому вот это в пределах нормы наклон, и это достаточно большой наклон. Бывает и меньше. Если ребенок уснул, голова вперед не падает. И вот это вот самое важное. Вот. Что касается ребенка, его комфорта, мы с вами разобрались. Теперь давайте посмотрим, как это кресло крепится. Вот, смотрите, здесь, вот вам наглядно покажу. Здесь есть система изофикса. Вы можете устанавливать кресло и на ремень. То бишь, если у вас нет в автомобиле изофикса, вы можете установить и на... И установить ремнем. На переднее сиденье, например, вы захотите вдруг поставить. Это можно сделать. Плюс ко всему здесь есть система якорного ремня. Вот, якорный ремень. Он дублируется всегда с изофиксом. Это очень важный момент, потому что у кресла должно быть... Должны быть две точки крепления, нижняя и верхняя. Верхнее крепление играет роль якорного ремня. Застегнули его за подголовником, если это седан, если другой кузов на спинке сиденья, обычно бывает скобка металлическая. Цепляем. Вот ваш запас ремня. И натягиваем. Ремень должен быть натянут в обязательном порядке. Для жесткости всей этой конструкции. Вот, с этим все понятно. Давайте вот на изофикс пристегну. Тут все очень просто. Одним щелчком и все. Вот. Задвинули и все. И ремень, естественно. Если вдруг хотите еще и ремнем, соответственно, прикрепить, то здесь тоже все очень просто. Здесь сверху есть две металлические трубки, которые держат весь каркас, прижимают к основанию. Нас нужно вытащить. Вот эти трубочки, видите, да? Соответственно. Вот. Получается, мы отодвигаем. И у нас открывается доступ к креплению ремнем. Что мы делаем? Мы просто вытаскиваем ремешок. Пропускаем его. Здесь нижний в красном направляющем. Здесь все в красных направляющих, соответственно. Все это продеваем. С обратной стороны, с моей стороны, я ремень завожу вот в такой вот направляющий. И зажимаю его. Не знаю, вам видно будет, нет. Вот. Просунул. Соответственно. Натянул после этого, как могу. Со всех сил нужно натягивать. Это очень важно, чтобы он был сильно натянут. И, соответственно, после чего прижимаю и фиксирую. После чего возвращаю спинку в исходное положение. И вот этими вот металлическими штырями, назовем их так, мы фиксируем всю конструкцию. Соответственно, у нас все виды крепления. И зафикс, якорный ремень и ремень. Причем ремень не просто ремень, а с натяжителем. Это очень важный момент. Кресло с натяжителем, когда вы ставите, оно как вкопанное, его даже не шевельнуть. Вот. Поэтому программа максимум, как говорится, здесь в этом кресле. Проблем с креплением ни в одном автомобиле у вас не будет. Соответственно, вот возвращаем обратно. Фиксируем. Вот. В принципе, в эксплуатации кресло очень простое. Что касается безопасности. Кресло прошло обязательные каштесты. Имеет европейскую сертификацию. Вот. То бишь, этому креслу вы можете спокойно доверять ребенку. Очень комфортное кресло, на мой взгляд. В дальней поездке, особенно если южные регионы. Я имею в виду, про южные регионы говорю, потому что очень дышащая ткань. Будет очень комфортно. Да, и в Питере иногда тоже, знаете, бывает летом жарко. Случается и такое, да. Вот. По посадке очень хорошее кресло. Очень комфортное. Оно, если обратите внимание, оно достаточно широкое. Очень развитая боковая защита. При боковом ДТП ребенок очень хорошо защищен. И чем глубже на самом деле защита, тем лучше. Элементарно. При боковом ДТП даже сколки стекла летят. Лучше пускай они летят в кресло, а не в ребенка. Чем глубже сидит ребенок в капсуле, вот, тем лучше, соответственно. Вот. В принципе, по большому счету, по креслу добавить мне больше нечего. На мой взгляд, я уже вот в начале сказал, мне нравится очень бренд Хейнер. Я считаю его таким недооцененным слегка брендом. Но сейчас он реально на пятки наступает крупным, самым топовым европейским брендом. И считаю не зря. Вот. Сейчас народ все больше и больше, как говорится, понимает, что это за бренд. И начинает, соответственно, его больше покупать. И поэтому я и рекомендую для рассмотрения вам эту модель. Ссылку я добавлю в описание на Мир Автокресел. Там увидите цену, характеристики и все подробное описание. В граммах, килограммах, сантиметрах. Все это там есть. Вот. Соответственно, пройдете, посмотрите. Если вы что-то в этом обзоре для себя полезное подчеркнули, ставьте, пожалуйста, лайки. Подписывайтесь на канал. Этим вы мне очень помогаете развивать канал. И делать для вас же больше обзоров детских товаров. И большое спасибо Миру Автокресел за то, что предоставил на обзор нам это чудесное кресло Хейнер. А вам хочу пожелать хорошего, грамотного выбора автокресла для вашего ребенка. И, собственно, удачи на дорогах. Всего доброго.